Эти ребята пока еще пробуют себя в искусстве, и, быть может, кто-то из них в будущем сможет стать выдающимся художником. Как, например, Игорь Орлов, который пишет картины уже не один десяток лет. В минувшие выходные в музее Горки Ленинский открылась его персональная выставка «Предчувствие. Опыт романтического реализма», где было представлено более полусотни работ. Картины для этой выставки заслуженный художник России собирал более десяти лет. Как менялось его восприятие мира, что вдохновляло, все это просматривается в настроении работ. Когда это все вместе вот так видишь, то имеешь впечатление, ну, какого ты качества добился, вообще чего ты добился, чего ты стоишь. Поэтому для художника вот такая выставка, она очень важна и поучительна. И если кто-то как-то сочувственно отнесется к тому, что делает художник, я буду очень благодарен этому зрителю. Художник выставил картины нескольких циклов. Мастер любит изображать мир растений и насекомых, облака и деревенский интерьер. Каждое лето он работает на пленэре. Возможность одновременно представить около 70 работ для художника – редкость. Но музей-заповедник Горки Ленинский располагает такими площадями. В Дар-музею Орлов передал несколько картин. Игорь Михайлович Орлов передал в Дар-музею две работы, две картины. Они сейчас находятся на выставке. Они включены в фонды музея. И они включены, соответственно, поскольку музей государственный, в состав Государственного музейного фонда Российской Федерации. Я могу сказать, что работы Игоря Михайловича находятся и в Третьяковской галерее, и в частной галерее. Те, кто знает автора давно, говорят, что за последние несколько лет картины изменились. Словно Орлов начал видеть этот мир по-новому, предчувствовать перемены. Сейчас этот мир, по-моему, кроме него, наверное, никто так не видит. Он сейчас, когда говорил о выставке, он сказал хорошие слова, что вот эти все его пейзажи навеяны именно раздумьем о родине, которую он очень любит. И главное, он находит в ней утешение в этих пейзажах. Посетить выставку совершенно бесплатно могут все желающие. Поэтому, если вы хотите собственными глазами взглянуть на работы Игоря Михайловича Орлова, то до 7 мая у вас есть такая возможность. Продолжение следует...